Сегодня же президент России посетил церемонию открытия памятника Сергею Михалкову. Монумент установлен на Поварской улице в центре небольшого сквера рядом с домом, где долгие годы жил знаменитый поэт и писатель, сообщает Юлия Козюкова. На церемонию открытия монумента в уютный сквер рядом с театром киноактера съехались творческая династия Михалковых, друзья и почитатели таланта писателя. Среди них и глава государства. Произведения Сергея Владимировича актуальны во все времена, так же, как и любого великого поэта. И это при том, что ему в особой степени было присуще чувство современности. Он неизменно был на пике происходящих событий, на острее эпохи. И в его творчестве гармонично соединяется настоящее и будущее. И этот факт остается секретом его творчества. Поистине феноменальный назвал президент известность Сергея Михалкова в качестве детского писателя. Его стихи, басни цитируют несколько поколений. Первым читателям уже за 70. То, что здесь сейчас будет стоять, начинает стоять памятник, вокруг которого будут играть дети, то, что называется молодая жизнь, это для нас очень ценно. Сегодня дети, завтра народ. И выражает, я думаю, главный смысл его жизни. Идея установить памятник рядом с домом, где долгое время жил Сергей Михалков, откуда ходил в союз писателей, что по соседству, возникло в феврале прошлого года, когда праздновали столетний юбилей классика. Семья Михалковых тогда предложила увековечить не столько фронтовика, патриота, автора двух гимнов страны, сколько мыслителей, мечтателей, сочинителей песенки друзей, праздника непослушания и зайки-зазнайки. Я очень счастлив, что этот памятник здесь открыт, рядом с домом, где прошло наше детство и очень большая часть жизни отца. Вот теперь вот эта девочка, которая здесь стоит, вот бронзовая, она вон стоит, девочка, она будет стоять всегда и смотреть на Сергея Михалкова. А в руках, надеюсь, по крайней мере в летнее время у нее будут всегда живые цветы. Автор памятника Александр Рукавишников, создатель монументов Федору Достоевскому, Мстиславу Ростроповичу, Юрию Никулину, рассказывает, что с Сергеем Владимировичем не был близко знаком. Родственники в творческий процесс не вмешивались, только помогали с деталями. Формой рук, прической. Повезло, что семья интеллигентная, и у них Суриков, и Петр Кончаловский в роду, так что они все понимают. Поэтому они деликатнейшим образом доверились и показали мне фотографию, напоминающую вот эту композицию. На лавочке около дома 35 по поварской теперь всегда сидит Сергей Михалков. Вдохновенный и мечтательный, он будто вновь сочиняет свои простые запоминающиеся строчки. В этом дворе будто вновь поселился дядя Степа, которого мы так любили в своем детстве. Юлия Кузякова, Владимир Степанов, Новости культуры.